Привет! По мотивам нашумевшего сериала «Слово пацана» расскажу, как было с группировками в Москве. До середины 80-х всё было относительно спокойно, ведь за 30 лет до этого, в 57-м, в Москве прошёл Международный фестиваль молодёжи и студентов. Перед этим Москву быстро очистили от преступного элемента, который стоял на учёте. Кого-то посадили, а кого-то выслали за 101-й километр. Это были такие персонажи, как Кощей из «Слово пацана». То есть старше 18-20 лет, отсидевшее и продвигавшее воровские понятия среди тинейджеров. Многочисленные мелкие шаги с окраин послевоенной Москвы потеряли своих лидеров и во многом распались. Всё-таки Москва – это столица, где много милиции, КГБ, да и комсомол не дремал. А ещё школьникам было чем заняться. Спортивные секции, кружки, кино и много чего ещё. Москва – самый большой город тогда ещё СССР, но в 80-е каких-то серьёзных группировок подростков по территориальному признаку не было, за небольшим исключением. В районе метро Выхина действовала группировка «Ждань». В то время станция метро Выхина называлась «Ждановской» по имени соратника Сталина. И тут же была станция электрички, тоже Ждановская. Это была окраина Москвы. Был ещё большой Ждановский район, в который входило несколько современных районов Москвы. «Ждань» конфликтовала с подмосковными люберами, про которых я расскажу чуть позже. Группировка состояла из нескольких команд общей численностью от 100 до 200 участников. Как рассказывал житель Косино, как-то в детские годы он приехал в ныне закрытый кинотеатр «Энтузиаст», который недалеко от метро «Ждановская». К нему сразу подошли пацаны, но чуть постарше. Узнали, откуда он и отпустили. Если бы он был не из Косино, а чуть подальше, то как минимум отобрали бы деньги. Не удивительно, ведь у Ждани было организовано дежурство на точках в своём районе, высматривали чужаков. Одной из таких точек был кинотеатр «Энтузиаст». Несколько лет Ждань и Любера конфликтовали. Они были рядом, но разные. У Люберов идея и качалка. У Ждани мелкая уголовщина и блатная романтика. Последнее крупное столкновение между Люберами и Жданью произошло в 1986 году. С каждой стороны сотни участников. Любера победили и был заключён мир. Дальше информации про судьбу Ждани у меня нет. Скорее всего, в последующие 2-3 года группировка пришла в упадок. А теперь про Люберов. Это подмосковные Люберцы. Сейчас грань между Москвой и Люберцами во многом стёрта. Есть метро и МЦД, торговые центры, кафе, социалка и прочее. Но в 80-е разница между столицей и рабочим пригородом Люберцами была шире и глубже. Много заводов, много рабочих, много молодёжи. А заняться молодёжи особо нечем. Поначалу всё происходило, как и много где ещё. Драки район на район, хулиганка, отъём денег у чужаков. Но в 70-е всё изменилось. С чьей-то лёгкой руки мода на культуризм или бодибилдинг захватила Люберцы. В подвалах открывались качалки. Из подручных материалов делали тренажёры. На стены вешали постеры со Шварценеггером. Самая известная качалка – это Титан. Она существует и сейчас под названием Титан Любер. Кстати, я снимал про неё ролик. Такого феномена нигде в стране больше не было. Общее увлечение объединило люберецкую молодёжь. Появилась своя униформа, широкие клетчатые штаны. И своя идеология, которая во многом совпадала с официальной советской. Главная задача – подготовка к службе в армии. Это был важный жизненный рубеж и испытание. Кстати, в армии Любера часто просили направить их в Афганистан. Любой организации такого типа нужен общий враг. И разделение на своих и чужих. Ещё в 82-м Люберы разогнали в Москве сходку неонацистов, приуроченную к дню рождения Гитлера. Но дальше в список врагов попала неформальная молодёжь. Панки, хиппи, металлисты и так далее. Главный отличительный признак – длинные волосы. Для борьбы с волосатиками Любера делали рейды в Москву. Товарищ, вот вы, товарищ, как вы, обратите, пожалуйста, внимание на это безобразие. Нарушает форму 1. Правильно, ребята. Так? Под Котовского его, под самый корень, полочь. По данным социологов, на пике ядро движения – это от 600 до 1000 участников. Это 5% от общего количества молодёжи в Люберцах. Кстати, своих неформалов в Люберцах не трогали. Егор Летов, лидер гражданской обороны, писал, что в Люберцах у него проблем не было. А вот Москве мог отхватить за внешний вид. Между прочим, Юрий Гагарин тоже учился в Люберцах и закончил ремесленное училище в 1951 году. Не исключено, если бы он жил попозже, в 80-х, то тоже ходил бы в качалку и носил широкие штаны. Поездки в Москву для Люберов стали регулярными. Ведь в Москве было гораздо интереснее большие парки, кафе, кинотеатры и другие места. А также много неформалов, которым можно преподать урок. Волосатый там, они уже идут. Упы, костыль, ты, лом, обошли сзади. Кстати, милиция относилась к Люберам вполне лояльно. С некоторой натяжкой они считались полезными. Кроме того, команды Люберов дежурили на Казанском вокзале и сдерживали приезжих группировщиков и других городов, которые приезжали, чтобы пограбить москвичей. Как это происходило, хорошо показано в сериале «Слово пацана». В январе 87-го в журнале «Огонек» выходит статья «Контора Люберов». «Огонек» в то время едва ли не самое популярное издание в СССР с тиражом более 1 миллиона экземпляров. Но и этого было недостаточно. Каждый выпуск читали несколько человек. «Огонек» передавали друзьям и родственникам, приносили на работу. Статья про Люберов прогремела на всю страну. Это был пик славы Люберов и начало их упадка. В течение пары лет появились песни про Люберов, вышел фильм «Меня зовут Орликина». 22 февраля 87-го года в парке имени Горького собралось около тысячи тинейджеров с лозунгом «Отстоим Москву от Люберов». Неформалы тоже умели объединяться. И тут Любера потеряли своего молчаливого союзника – милицию. Советская система сменила милость на гнев. Появились кордоны. Люберам мешали ездить в Москву. Но и время стремительно менялось. Появились кооперативы. Шла торговля. Спортсмены шли в рэкет и организовывали ОПГ. Где-то к 90-му году движение Люберов окончательно распалось. Часть вернулась к обычной жизни. Кто-то ушел в бизнес, а кто-то в ОПГ. Костяк Люберецкой ОПГ составили бывшие Любера. Но это уже другая история. Помимо Ждания и Люберов были еще полумифические коммунары из тогда еще подмосковной коммунарки. В чем-то похожее на Люберов. А также районные Нахим и Парапет. Но информации про них практически нет. Все, пока.